Мы говорили, что это не первый и не последний закон. По нашим прогнозам все и пошло. Мы говорили о том, что потом появится антипиратский закон, и он появился в 2013 году. Следом появится закон о политической цензуре, он тоже появился в конце 2013 года. Это все логично просматривалось, что одними категориями защиты детей, детской порнографии от наркотиков, от суицида это не ограничится. Потом законодатели войдут во вкус и придумают себе еще множество других категорий запрещенной информации, что впоследствии появится закон о слежке за гражданами в интернет-пространстве, пакет яровой. Это тоже все логично прогнозировалось. Потом прогнозировалось, что будут законодательства по регулированию инструментов доступа к запрещенной информации. Появился закон о VPN анонимазерах, мессенджерах закон. Это тоже логически все просматривалось. Сейчас у нас как бы такой прогноз, что должен появиться закон, который бы каким-то образом наказывал пользователей за попытку доступа к запрещенной информации. Это тоже продолжение этого варианта. Нет, тут наказания для пользователей нет. Есть наказание для владельцев VPN путем блокировки этого сервиса. Следующая стадия, когда будут наказывать самих людей. Это тоже логично прогнозируется. Это может быть даже не в этом году, не в следующем, но если продолжится этот тренд, обязательно будут такие законы, которые наказывают бы самих пользователей.